всем привет дорогие друзья только я решила выйти из офиса и сходить на пятничный рынок поснимать для вас ассортимент фруктов и овощей и цены в конце августа в начале сентября и получила такое сообщение в контакте от одной из подписчиц оправдали что в турции выпал снег сначала я подумала что за бред какой снег в алании ну конечно же мы под 40 градусной жарой лепим снеговиков на пляже но потом погуглив новости действительно я увидела что сейчас пишут что в турции снег выпал в разгар туристического сезона господа журналисты зачем вы вводите людей в заблуждение лишь бы хайпануть если вы пишете о том что снег выпал в турции в разгар туристического сезона даже в этом заголовке уже враньё какого туристического сезона где выпал снег есть ли там где выпал снег вообще туристический сезон какие там туристы зачем люди туда приезжают и далее прочитав вот эту статью на одном саде перекрыты трассы ведущих популярным курортом зачем далее естественно пролистав все это дело есть ссылка на видео с турецких новостей я почитала где и где как вы думаете выпал снег в регионе карса карс самый холодный район турции город турция это северо-восток как раз то место откуда мы вернулись в августе днем в середине августа кстати когда в алании жара плюс 50 там было плюс 10 плюс 16 градусов днем было плюс 10 плюс 16 а ночью могло доходить до 5 7 градусов если это самый холодный регион турции вполне возможно что там выпадет снег потому что ну там так устроено и пожалуйста когда вы слышите какие-то новости от турции не забывайте что турция большая страна когда в алании плюс 40 где-то на северо-востоке может быть плюс 7 потому что это северо-восток там холодно как я уже сказала турция большая страна не думайте что турция этого не и во всей турции постоянно как в алании как в анталии плюс 30 плюс 40 плюс 45 градусов и тогда нет на севере прохладно в августе месяце в сентябре уже начинается осень и может произойти такая аномалия что выпал снег может конечно поэтому друзья все новости воспринимайте критично если вы видите что пишут в турции выпал снег сразу сразу задумывайтесь о том что турция большая страна в каком регионе турции выпал снег эрзурум карс и вот этот вот северо-восток турции как я уже сказала это холодные регионы поэтому снег выпал нормально но это не это не касается туристических районов до карса наверно от алании полторы тысяч две тысячи километров в общем это очень далеко поэтому когда вы слышите любые новости это неважно касаются они турции или какой-то другой страны даже вашей собственной страны всегда смазать о коре трассы ведущих популярным курортом были перекрыты каким популярным какие у нас популярные курорты в турции это средиземноморские курорты и гейское море так никакого снега здесь нет на севере это вполне возможно в общем друзья я донесла до вас основную мысль относитесь ко всему критично особенно когда это касается турции смотрите первоисточник смотрите то откуда новость они читайте вот это вот ерунду даже сайт не буду называть вот эту вот ерунду ну а сейчас давайте пойдем с вами на рынок и насладимся не снегом а солнцем и вкусными фруктами ну а теперь друзья мы с вами отправляемся на рынок сегодня пятница 31 августа посмотрим какие у нас здесь сцены что есть мы сами не были на рынке наверное уже месяц точно поэтому мне самой интересно выросли цены или нет самом начале на рынке есть персики по 4 лиры и еще я здесь нашла драгон фрукт драгон фрукт по 40 лишь есть инжир инжирный кодах инжир 10 лир черный и зеленый ну и конечно же есть клубника конечно уже мелкая стоит друзья пока ходила по рынку встретила алексея из череповца алексей привет спасибо большое что поделились своими впечатлениями обала не приехал он вала не кстати первый раз представляете поэтому комментариях пишите как вам понравилось вала не первый раз или нет ну а мы делаем дальше обзор на цены на сливы слива у нас по 3 лиры персики почем персики по 4 лиры и и изюм 4 лиры в общем ребята цены не особо выросли даже чуть чуть упали вот такой вот классный простите не изюм изюм это по-турецки виноград яблоки по одной лире кто-то возмущался что яблоки были очень дорогие все на меня здесь смотрят в общем цены огурцы подорожали огурцы по 3 лиры потому что сейчас не сезон продаются яблоки груши начались кабачки вот такой вот острый перец виноград мирова вкусные персики очень красивый сейчас прям сезон персиков бананы турецкие местные по 6 лир ну и стабильно виноград 4 огурцы 3 и помидоры 3 лиры кстати я еще видела здесь гранаты начались сезон гранатов и сочные вкусные арбузы килограмм тоннами и кибучук филор 250 одни и бука до полы сезон битер и друзья кило две с половиной лиры потому что заканчивается арбузы сезон заканчивается дыни тоже по 3 лиры ну и остатки клубники по 5 лир там было по 10 здесь по 5 мамар дико вот здесь мы покупали ее и пробовали штучка одна лира начались авокадо сезон авокадо начался штука две лиры вот такие вот большие классные авокадо ну и кто хотел кактусы штука стоит одну лиру можно купить вот такую вот коробочку с мамар дико либо с кактусами различные турецкие хюнап по 4 лиры я не пробовала не знаю что это такое и бананы бананы по 5 лир вот такие вот кстати маленькие бананы мы покупаем они большие они намного слаще и вкуснее ну что еще можно рассказать по ценам на рынке помидоры подорожали 3 лиры помидоры кстати мы берем обычно вот такие вот мелкие по по 5 лишь груши и начались уже как я говорила гранаты яблоки 3 лиры она могла кабачки 2 лиры баклажаны 2 лиры вот здесь огурцы чуть подешевле по 2 лиры по 250 мы сегодня будем вечером готовить кефты сайханом поэтому нам нужно будет закупиться огурчиками и помидорчиками для салата вот такие вот абрикосов уже нет абрикосы закончились но скоро пойдут цитрусовые и здесь в конце рынка естественно продают различные орехи лукум ну и конечно же оливки цены на сыр я показывала уже много раз начинается от 20 лир 20 25 30 лет так далее есть различные специи оливки вот 15 лишь кукуруза в общем друзья ассортимент от августа в принципе ничем не отличается стало больше винограда появляются авокадо скоро начнутся вот посмотрите три с половиной лиры какие большие авокадо классные появляются авокадо цены на помидоры на огурцы становятся выше потому что заканчивается сезон арбуза тоже дорожает но как я сказал скоро начнутся цитрусовые и это будет самый класс когда зимой будет много апельсин и мы будем пить каждое утро свежевыжатый апельсиновый сок с с грейпфруктовым соком зелень полили и как я уже говорила цены цены не выросли а цены на сезонные фрукты и овощи упали а на не сезонные выросли что является в принципе нормально я надеюсь что я удовлетворил удовлетворила удовлетворила ваш интерес по поводу цен на рынок и конечно же многие спрашивают из нас в сентябре в октябре хорошая листья и погода волань погода стоит прекрасная море теплое поэтому приезжайте загорайте не бойтесь ну и на сегодня с вами прощаюсь всем всего хорошего пока 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 и